доброе утро дорогие мои как прекрасно и приятно быть с вами сегодня утром халилуя я молюсь чтобы бог посетил нас с вами особо как никогда амин амин халилуя это день воскресенье и бог в этот день бог в нем чтобы прикоснуться к вам и ко мне вы верите этому скажите на это амин халилуя халилуя я сегодня буду говорить с нами продолжаем нашу 21 дня это поста сегодня седьмой день но сегодня мы посвящаем особо нашим домам и домашним и мы будем молиться и за спасение и за исцеление и за свободы и за благословение чтобы благословение господне принес нам счастье и радость вы согласны с этим халилуя и поэтому я хочу сначала назидать вдохновить нашу веру и конце мы помолимся я бессомненно уверен что иисус христос вчера сегодня во веки тоже все что он сделал он способен повторить правда правда и к этому я прошу господь дух святой помажь уста мои помажь словом твоим которые уже помазаны исходящее из уст моим моим братьям и сестрам другой стороны экрана я прошу господь каждый кто слышит прямо сейчас и буду слышать попозже да твоя сила не буду ограничен прикасая их и себя их восстанавливает во имя иисуса христа и мы говорим вся слава вся честь только тебе господь иисус амин аллилуйя знаете написано официанам 3 глава и 20 стих прочитаем а тому кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего и чего мы просим или о чем помышляем сегодня мы будем просить у бога за исцеление и за спасение неважно что за болезни или немощи неважно что за грехи он может сделать сделать несравненно больше повторить за мной дух святой живущий во мне сегодня может исцелить меня больше чем я могу себе представить во имя иисуса христа повтори за мной шара нет преграды духу святому нет преграды господу иисусу и нет преграды меня принимать и исцелиться во имя господа иисуса христа скажите со мной мой бог может сделать несравненно больше для меня сегодня и шо раз мой бог может сделать несравненно больше для меня добавьте scheras мой бог может меня исцелить и спасать больше чем я могу ожидать сегодня во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Иоанна, 4 глава, Евангелие от Иоанна, 4 глава, давайте посмотрим. Когда Иисус беседовал с этой женщиной самарянкой, есть такой момент, и Он высказал эту фразу. Моя пища творит волю пославшего Меня и совершит дело Его. Давайте скажем вместе, пища моего Иисуса это творит волю Отца и совершит дело Его. Это значит, пища для Иисуса творит волю Отца. Повторит, совершит дело Отца. Все, что Иисус Христос творил и дело, это есть воля Отца и дела Отца. И третий, это есть Иисус Христос сделал на земле, начинает от Его рождения до смерти Его, есть, во-первых, воля Отца, во-вторых, это есть дело Отца, и третий, это была пища Господа Иисуса Христос. Если это пища, значит, это то, чем Он живет, Он питается, Иисус питается тем, что Он спасает людей, Он питается тем, что Он исселяет людей, Он питается тем, что Он освобождает людей на свободу, и третий, Он питается тем, что Он совершает волю Отца. И это очень важно, чтобы мы понимали, этим Он жил, этим Он живет, и этим Он будет жить всегда. Аллилуйя, Аллилуйя. Скажите со мной, исселить меня сегодня, это пища для Иисуса. Освободить меня сегодня, это пища для Иисуса. Избавить меня сегодня от боли, от страдания, это пища для Иисуса. И это есть воля моего Господа Иисуса Христа. Однажды Иисус получил приглашение в доме одного человека, в доме сотника, сотник обратился к Иисусу. Евангелие от Матфея 8 глава, когда мы читаем с 5 по 10 стиха, сотник пригласил Иисуса к себе домой ради слуга своего, слуги своего, чтобы исселить его. Какой ответ был у Иисуса? Я приду и исселю его. Поэтому сегодня скажи, Иисус, добре пожаловать в моем доме. И я знаю, когда ты придешь ко мне домой, ты совершишь волю Отца, ты будешь творить дело Его, и это есть еда для тебя, пища твоя. О, Иисус, кушай у меня дома, исцеляй от меня и спасай все мои домашние. Иисус принял приглашение сотника. Как вы думаете, Он примет твое приглашение? Бить у тебя дома сегодня? Я думаю, да. Скажи, слава тебе, Иисус, что ты принял мое приглашение и прямо сейчас ты со мной в моем доме. Он также принял приглашение от начальника синагога, синагоги по имени Иаир. Иаир, начальник синагоги, обратился к нему и сказал, приди ко мне домой и возлагай руки на мою дочку, ибо она умирает. Иисус что сказал? Я приду. Иисус есть тот, кто принимает приглашение прийти к нам домой. И сегодня Он придет и будет что делать? Совершать волю Божию, дела Божие и буду есть у тебя. Халлилуйя! Слава Богу! Мы установили воля Иисуса это воля Отца. Все что Он делал это дела Отца. И все это вместе воля и дела это Пиша Его. Мы также установили что Он принимает приглашение прийти к дому наши. И поэтому сегодня в доме кто у вас? Иисус Христос вместе с Самсоном. Халлилуйя! Халлилуйя! Мы пришли чтобы молиться за вас и чтобы вы получили чудо исцеления и спасения. Еще когда мы читаем Евангелие от Матфея 8 глава 14 по 15 стиха мы увидим как Иисус принял приглашение идти в доме знаете чья? В доме Петра один из учеников его. И что Он там наблюдал? Когда Он пришел в доме Петра Он увидел что в доме Петра что? Теша лежит расслабленная и горячка и страдает. Оуу! Иисус не любит чтобы члены семьи наши когда мы идем за ним они болели. Иисус не 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 когда Он увидел что члены нашей семьи теша свекров папа тесто и тому подобное детей наши мужей жены наши это Его беспокоит. Когда Он увидел тешу Петра лежащую в горячке Он подошел к ней и прикоснулся к ней и горячка оставила ее. Скажите Иисус вчера сегодня во веки тоже если теша Петра получила исцеление от горячки тогда сегодня ты тоже получишь исцеление от горячка от вирусов от эпидемии от любая болезнь потому что Иисус в доме твоем Аллилуйя Он не любит болезни Он не навидит болезни Он приходит чтобы спасать нас от них Когда мы смотрим Евангелие от Иоанна 14 глава простите 11 глава мы увидим что Иисус приходит знаете чья дом женщина которая по писанию мазала ноги Иисуса и вытеряла ее волосами какого у нее имя имя Мария у Марии была сестра Марфа и брат Лаза и Лаза заболел и Мария и Марфа послали за Иисуса чтобы он пришел к ним потому что Писание подтверждает что они сказали вот кого ты любишь болен они послали за Иисуса и вот послание к Иисусу Господи кого ты любишь болен кого ты любишь болен если у вас дома есть кто-нибудь который болеет несмотря на то что человек натворит грехи Иисус любит того человека вот почему он пришел к ним Бог возлюбил нас и послал Сына Единородного своего чтобы всякий верующий в Него не погиб поэтому Иисус сказал это болезнь не к смерти но к славе Божьей да прославится через нее Сын Божий Иисус услышал что Лазар болен брат Марии и Мафии он сказал я приду во-вторых это болезни не к смерти скажите мой родственник мое дитя мое дитя моя жена или муж или кто угодно который кроме тебя в доме и более скажите ты не умрешь с этого болезни ты не умрешь от болезни но Бог прославится даже твоей слабости Бог исцелит тебя и будет слава Аллилуйя это немножко пример который мы хотим обратиться за вопрос времени сегодня чтобы мы больше помолились пища Иисуса помните воля отца помните дела отца помните это то что Иисус совершал и творил и ел приглашение принимает Иисус да когда сегодня где у меня дома Аллилуйя вы пригласили его ага молодцы Аллилуйя когда Иисус принимает приглашение и приход в вашем доме на что он обращает внимание первое здоровье жителей этого дома правда правда значит сегодня Иисус обращается на здоровье каждого каждого из нас Аллилуйя мы которые пригласили его он обращает внимание на состояние наше здоровье и здоровье домашние как он обратил внимание на Тещу Петров и Исселил ее Еще есть кое-что интересно Он не только хочет Нас исселить Но он хочет также нас спасать Когда мы смотрим Евангелие от Луки Евангелие от Луки Девятнадцатая глава С пятого по десятого стиха Иисус встречается С человеком По имени Закей Закей поднялся на дерево Чтобы увидеть Иисуса Потому что он низко рост И он маленький человек И многие люди торпили на рот Но он хочет видеть И понялся на дерево Иисус увидел его И сказал ему Закей Зайди скорее Ибо сегодня Надо мне быть Как вы думаете У тебя доме Сегодня Надобно мне быть Где у тебя дома Кто говорит? Иисус Халлилуйя И спасибо Что ты пустили его И меня тоже И что ты слышишь Что я говорю Иисус Надобно быть Где? Рынки Нет Где? В твоем доме Халлилуйя Скажите Что Слава тебе Иисус Слава тебе Господь Что ты сейчас У меня Доме Халлилуйя Халлилуйя Слава тебе Господь Что твой Святой Дух Прямо со мной Сейчас У меня Доме Халлилуйя И я знаю Когда ты Заходишь Ко мне Домой Ты Обращай Внимание На Здоровье Все Жители И ты Исселяй Нас Прямо Сейчас Халлилуйя Халлилуйя Это и есть Воля Божия Чтобы он Обратил Внимание На состояние Здоровья Но Судзакей Он Обратил Внимание На нечто Еще Дальше Когда мы Читаем Это Местописание Он Обратил Внимание На то Что Он Сказал Нене Пришел Спасение Двятый Стих Дому Сему Потому что Закей Сын Авраама Ису Вашел В доме Закей Он Сказал Надо Чтобы Сегодня Я был У тебя Дома И Добавил Сегодня Пришел Спасение Дому Сему Скажите Со мной Иисус Вашел В моем Доме И Сегодня Пришел Что Спасение Моему Дому Аллилуйя Пришел Спасение Моему Дому Аллилуйя Спасение От чего От грехов И спасение От недугов Немочных болезней Я помню Однажды Меня пригласил Один Молодой Человек Международный Юрист Который Заканчивая Международные Отношения И прав Он Так Дипломирован Он Бый Француз Франкоговорящий И Мне Послали К нему Его Родственника Из Другого Города И Когда Я Обесерва С ним Я Говорит Дорогой Мы Все Согрешили И Лишини Славы Божьей И У Бога Есть только Одно Желание Спасать Нас От грехов Наших Подумайте Что он мне Говорил Этот человек Я тогда В первом курсе В 91 А он Уже Закончил Он Доктор Он Аспирант Он Закончил Аспирантуру Он Говорит Мне И Практиковал Он Мне Говорит Что Такой Грех В Его Языке Нет Такого Понятия Грех Он Не Знает Что Такой Грех Он Говорит Я Никогда Не Слово Грех Я Юрист Я Знаю Преступления И Преступники И Я Сказал Аааа В твоем Языке Ты Преступник Он Говорит Что Я Сделал Я Говорит Ты Не Веришь Бога Тебе Нужно Спасение А Что Такое Спасение Это Когда Бог Избавляет Тебе От Грехов Твоих От Преступлений Твоих Как Судья Оправдывает Преступник И Милует Его Или Ему Даю Амисти И Освобождает Его На Свободу Ааа Окей Ви Это По Французскому И Вы Знаете Он Тот День Верил Принял Христа И Я Вспомню Закей Сему Дому Пришло Что Спасение Аллилуйя Прямо Его Комнате Он Спас Я Вам Скажу Что Более Интересно Это Юрист Это Международный Человек Человек Имеющий Международные Отношения Дипломированы Сейчас Он Живет В Франции И Он Пастер И Он Начал И Он Служил Богу И Спасает Французов Аллилуйя И Иисус Вашел Его Комнату Со Мною Аллилуйя И Сегодня Я В твоем Доме Господин Иисуса Аллилуйя Царь И Он Пришел Сему Дом Потому Что Спасение Пришел Это Удивительно Он Пришел В доме Закхей И Он Придет В твоем Доме Знаете Почему Христос Вчера Сегодня Вовеки Тоже И Пару Слов Окей К домам Только он Приходит Когда он Пришел В доме Закхей Вот что Люди Говорили Назвали Его Другом Митарем И Грешником Назвали Иисуса Другом Митарем И Грешником Он Этим Питается Помогать Грешнике И Избавлять Их От Грехов Помогать Митарам И Избавить Их От Игрехов И Поэтому Неважно Какие Грехи Члены Нашей Семьи Господь Может Сегодня Их Спас Аллилуйя И Препоследний Шестой Найск Иисус Город Иисус Город Петров Иисус Исселить Иисус Матфея Девятая Глава 35 Иисус Вошел Город И Написано Он Он Ходил По Семь Городам Исселения И То есть По Селам Уча Первый Синагога Их Проповедуя Евангелие Царствия И Исселяя Какие Болезни Всякую Болезнь И Всякую Немощь В Людях Аллилуйя Аллилуйя Иисус Когда Приходит Город Он Исселяет Всех Кто Обращается К Нему Он Особождает Всех Кто Обращается К Нему Он Изгоняет Всех Бесов Даже Легион Изгоняет Когда Он Посылает Своими Учениками По Домам Задание Одно Принеси Им мир И Исселяйте Боних И Поповедуя Что Свобожие Пребресилось К ним Поэтому Сегодня Я Пришел Вместе С Иисусом В вашем Доме И У Меня Только Одно Задание Как Ученик Иисуса Криста Принеси Вам Мир И И Исселить Все Немощные Болезни Которые У вас Есть Во имя Иисуса Бог Бог И И И И Пришел Ты Пришел Как Ты Принял Приглашение Другие И Пришел К ним Я Знаю Что Когда Ты Приходишь Как Доме Петра Ты Силяет Боних Ты Не Любишь Видеть Людей Страдающих Мучающих Болезнами И Припадками И И Параличами И Проказами И Тадали И Вот Ты Сказал Слепие Прозревают Хроме Ходят Глухие Слышат Ты Сказал И Мед Воскрешаются Ты Исселяешь Всех И Сегодня Ты В моем Доме Я Принимаю Своё Исселение Прямо Сейчас Именем Иисуса Я Принимаю Своё Исселение Как Ты Прикасался К Тёше Петров Так Прикасайся Ко мне Прямо Сейчас Я Принимаю Прикосновение От Тебя О От Твоего Святого Духа И Я Принимаю Свою Свободу От Недугов От Немощи Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Я Тадали Стоит Твёрной Вере Для Моих Близких Которые Что Они Спасли Как Воня Сему Добу Пришёл Спасение Спасение Сему Добу Господь Я Принимаю Спасение Именем Твоим Для Членов Моих Семь Которые Еще Они Спасли Что Они Услышат Ивангел И Они Поверят Они Будут Исповеривать И они Будут Спасены Навсегда Навсегда Они Будут Твоим И Ты Будешь Икни Во имя Иисуса Тебе Молитесь Духам Yes Ли Духам Семь Аллилуйя Шипа Лунда Кандария Ле Кроска Парина Ламос Семь Нарем Семь Бракан И Мокотани Кас Антал Лам Семь Лам Семь Лам Семь Бракан Три Лек Со Алла Котом Бракан На Котони Лам Семь Мак Рем Семь Кран Ле Крос Катани Лам Семь Лям Семь Да И Амин Да И Амин Да И Амин Моя Пиша Зелит Тебе Здоровье Моя Пиша Особода Тебе Сегодня Моя Пиша Иссилит Тебе Сегодня Так Говорит Господь Примит Твое Иссиление Примит Твое Чудо Во Имя Иисуса Христа Аллилуйя Скажите Амин Теперь Дорогие Мои Иисус Коснулся Тебя Начинай Ходить Поднимите Руки Которые Не Поднимались Начинай Поднимать Колени Которые Не Возможно Поднимать Начинай Сгибаться То Что Ты Не Мог Раньше Делать Начинай Делать Закрывай Одно Ухо И Начинай Слышать Другого Который Не Слышал Закрывай Глаза Одну И Начинай Смотреть Глаза Которые Ты Не Мог Смотри в наши. Или возьми книгу, шрифт, который ты не мог читать. Начинай упражнять свое здоровое исцеление. Начинай упражнять свое исцеление. Приседай, если ты не мог приседать. Проверяйте там суставы, где были боли. Все, что было. Позвоночники. Начинай шевелиться. Делай то, что ты. Нажми там. Вот, вот там. В животе. Понижай живота. Там, где у вас были боли. Проверяйте себе. А если у тебя что-то внутри, которые тебе сказали, что невозможно. Или ты сам не можешь видеть, но внутри ты знаешь, оно находится. Завтра понедельник. Обратитесь к вашему семейному врачу. Пусть проверят тебя. И ты увидишь, что Бог сделал для тебя. Иисус сказал, твоя болезнь не косметика. Но для того, чтобы Сын Божий был прославлен в отце, он услышал твою молитву. И члены твоей семьи удивиться. Как Закей принял Христа, так они примут Христа. Скажите им это Аминь. Халлилуйя. Я благословляю вас сегодня. Сегодня это чудесный день. Знаете, почему? Потому что, пока я говорю с вами прямо сейчас, Иисус еще не ушел с твоего дома. Иисус еще с тобой. И знаете, хороший новосток. Он никуда не уйдет. Он сказал, я буду с вами до скончания века. Разве это не чудово, не прекрасно, не удивительно знать, что Иисус никуда не уйдет. Обнимите его, любите его, цените его, верьте в него, не отпускайте его. славьте его, слушайте его, идите за ним, следуйте за ним, и вы увидите, как благословит. Сегодня Иисус поделится с нами его пища, вкусная пища, называется воля отца и дела отца. В чем заключается это? Исцеление мое и спасение мое. Это воля отца. Это воля отца спасать нас от грехов, это воля отца исцелить нас от недугов и немощей. Сколько от всех, и сколько людей он должен это делать, от всех, всех, кто обращался к нему, он и спасает, и исцеляет. И я рад за тебя, и благословляю вас. Это день. С вами сегодня был Самсон Чампун. Шалом! Шалом! Пишите нам, делитесь с нами, что Бог сделает для вас. Это день. Ты не... Скажи, сегодня я выйду из своего дома другим человеком. Я даже сейчас собираюсь идти на собрание. Я, я, Самсон, ухожу из эфира, иду сразу на собрание, и я уйду другим человеком. Знаете, почему? Иисус прямо со мной здесь. И ты тоже уйдешь с другим человеком. Ты не придешь на собрание бо ним, ты придешь другим, потому что только что ты пресекаешь порога дверь, я провозглашаю твое чудо, твое чудо. Прими во имя Иисуса Христа. Увидимся завтра в это же время. Мы еще в городе Иисус. Шалом. С миром Божьим.